всем большой привет с вами Аширхан человек который уже много лет занимается продажей смартфонов и знает только в каждом из них сегодня я в своем блоге буду рассказывать опыт как выбрать самый наиболее подходящий смартфон с точки зрения функционала поэтому быстро найди кнопочку подписаться уверен каждый житель кухой баланс уже знает о существовании нового айфона 12 в прошлом году apple в очередной раз обновила линейку своих смартфонов добавив в ассортимент еще одну модель диагонал который 5.4 дюйма она стала самой маленькой в модельном ряду флагманов с точки зрения цены дороже айфон 11 который до этого был самым дорогим дорогим в кухой баланды она стала самой маленькой в модельном ряду флагманов с точки зрения цены дороже айфон 11 который до этого был самым дорогим в кухой баланды но цены ценами а с функциональной и размерной точки зрения айфон 11 все так и ближе к айфон 12 различий между моделями тоже хватает и их куда больше чем может показаться на первый взгляд кто-то наверное скажет главный не размер а кто-то умеет пользоваться или кому как нравится но многим оказывается важен размер я сейчас про телефон говорю а вы про что подумали несмотря на то что айфон 11 и iphone 12 это смартфоны примерно одной категории они отличаются довольно сильно в 2020 году apple пошла на небевалый апгрейд аппарата и избавила его практически от всех недостатков которые так смешали пользователей благодаря этим изменениям аппарат получился реально бескомпромиссным apple отказалась от дальнейшего использования IPS матриц в своих флагманах заменив их на полет панели они дороже в производстве потому что умеют увеличенную яркость контрастность 2 миллион к 1 против 1400 к на один IPS поддерживает hdr процессору а айфон 11 это а 13 бионик а айфон 12 и отличие это а 14 бионик первые испытания показали что процессор нового поколения быстрее прошло прошлого годного на 25 процентов вот просто вдумайтесь ваш телефон который сам по себе очень быстрый начнет работать еще быстрее в четверть раз первые испытания показали что процессор нового поколения быстрее прошлого годного на 25 процентов вы просто вдумайтесь ваш телефон который сам по себе очень быстрый начинает работать еще быстрее в четверть раза Ну, как вы знаете, дорогие друзья, на самом деле у нас 4G только что-только стала работать гораздо лучше, чем в прошлый год. Но думаю, что в будущем 5G у нас появится. iPhone 11 12 мегапикселей широкоугольный f1.6 и сверхширокоугольный f2.4. По большому счету, камера новинки осталась примерно такой же, как у прошлогоднего модели. Но благодаря использованию процессора Neural Engine, новое поколение iPhone 12 может делать в темноте более качественные снимки, чем iPhone 11. А ночью съемка – это круто. Защита от воды. iPhone 11 IPS 68. Погружение на глубине до 2 метра на 30 минут. iPhone 12, IPS 68. Погружение на глубину до 6 метров на 30 минут. Как вы видите, отличие только 4 метра. На самом деле, дорогие друзья, многие думают, что купив смартфон Apple, они имеют год гарантии. И многие думают, что если они вогнут его в воду, и как бы у них есть гарантия. Но на самом деле, Apple не дает никакой гарантии. И да, друзья, если это видео наберет кучу лайков и кучу комментариев, я вам обещаю провести розыгрыш с призами, который скоро будет в нашем канале. Всем спасибо, всем пока. Берегите своих близких. Берегите своих близких. Берегите своих близких.